всем привет сегодня прекрасный день в киеве набережная днепра ну пасмурно идет небольшой дождик моросит в районе двух градусов тепла я выбежал на свою традиционную пробежку в каждом городе ну в россии не в каждом городе получалось побега потому что где-то была слякой там сильный дождь и вот а у меня кроссовочки летний можно так сказать я взял потому что мы в лето идем но в общем мы бегаем побежали по прекрасных красивой набережной киева здесь вот родок теннисные корты можно купаться лава здесь кстати очень многие люди бегают он здесь вот тренажеры даже есть смотрите можно позаниматься тут вот коттеджики начинаются всякие такие фигурки стоят исторические или не историческим подобие того и кстати вот как казани практически в центре города на вершине стоят коттеджи на набережной там мостную соответственно также не граничит рядом с большими огромными домами и кстати вот матерь и ребенка и дитя там аллея идет видимо тоже таком стиле историческом мы побежим по набережной все-таки больше набережных посмотреть 1 стадион здесь стоят скульптуры а здесь вот говорят гольф-центр он здесь находится набережный открывается вид там вот храм большой это новый строящийся храм набережной есть такое это ключ проволока заброшенный киева здание а на обратной стороне там яхты парковка яхт кораблей это все граничит рядом с коттеджами дорогущим ой я вступил в лужу смотришь по сторонам вступаешь в лужу бега легкого тут такой парк хороший с площадками детскими дорожками вот такой длинный наверху днепра находится природы можно удочек голубей покормить вот такие вот беседки с фонариками здесь есть вот такие горки скульптуры интересные дальше идут работы по созданию набережной дальнейшем вот это большой мост который идет за днепро центра киева отдаленные районы в киев мы заметили очень интересный храм в интересном стиле и тут оказывается вот еще один тоже в таком вот интересный стиль и строится очень много храмов новых очень здорово это классно вообще весь исторических храмах но также строится новые храмы я даже не знал что киев такой ну как сказать интересный город в этом плане действительно красиво вот мы забрались немножко наверх я вступил в лужу вот это вид отсюда сверху то есть верхняя набережная получается оттуда прибежал можно понятно на пробежать есть нижняя прям воды мы пробегаем уже к мосту такой комплекс и здесь у них оформлено вот так вот двор интересно вот комплекс вот таких вот двух зданий сейчас мы где-то через него должны пробежать и уже там куда-то выходить на дорогу прохода еще нету пришлось сюда немножко углубиться где большая развязка не знаю как там походу здесь какая-то техническая часть города производственная поэтому сейчас мне надо будет тут стоит торговый центр стоит центр города находится вот там вот туда тут мне на него не добежать в любом случае от того места где мы сейчас остановились хоста там где-то получается 7,8 километров по прямой я уже по набережной лежал это у меня 10-15 километров пробежка вот сейчас небольшой отдых решил заснять поэтому я наверно сейчас по улице пробегу хотя может быть вернусь обратно на высокую набережную здесь можно видеть что по набережной стоят новые дома вот я показывал коттеджи а буквально метров 300 уже стоят старые дома вот советского союза достаточно много и здесь стоит с район советского союза раньше говорят здесь были пески вот сейчас все полностью застроили местный факт про киев что здесь обмен валюты практически в каждом доме его за поменять доллар и евро и рубли на гривны далеке стояла машина не снял видос написано просто на обочине написано страхование авто и чему это просто сразу скажу украины возят машины с польским литовскими номерами по стоимости не растамаживают по стоимости она получается а в общем если там 5000 долларов растаможенная стоит понятно что можно 1000 долларов стоит вот ребята возят в общем гоняют машины здесь продают и ночью наценку делают там 500 баксов там же 500 покупают 200 300 уходит там на расходы и здесь до 1000 100 за 1200 вот так вот продают а на рынке растаможенная стоит такая 5000 долларов представляете единственное что здесь на ней можно ездить всего месяц поэтому они ездят еще в белорусную белорусу и на белорусов записывают а если на белорусе записано ну как белорусе поставлено как бы типа на учет вот то здесь как вы можете все угодно ездить ну и страхует вот здесь вот и стоят вот эти вот машины и вообще вот так вот машина сайте как прикольно можно гонять и хорошие тачки стоимостью там 10 тысяч долларов за пару тысяч долларов все вот такие вот дела здесь так вот удобно сделано найти зайти на почту узнать сколько стоит отправка письма и посылки за одно пробежки я решил зайти на почту и узнать стоимость отправки письма короче письмо стоит отправить конверте ну листочек 4 рубля российских в россию представляете капец вообще просто я в шоке а посылку допустим отправить килограмм 10 там 10 килограмм стоит 1200 гривен то есть это ну грубо говоря там где-то 3000 получается даже меньше 2 2 800 чтобы ой чё говорю и 500 и 500 чтобы 10 килограмм отправится 20 там чуть больше может вот три тысячи рублей будет российских это в россию отправить посылку вот такие вот цены получаются сейчас еще хочу зайти в стоматологию потому что я делал зубы один зуб делал в минске хочу узнать здесь сколько стоит сделать пломбу короче ребят в общем информация речь какая пробежка у меня продуктивная информация про стоматологии получается что допустим белоруссии где-то процентов на 30 стоит дешевле чем россии жутки вам сделать а ну по крайней мере лечение а в украине еще два раза дешевле чем белоруссии минске киеве в самом я думаю на глубинках там стоит вообще копейки но на самом деле я в шоке я сейчас зашел в крутую клинику там все очень прям супер так у них бесплатно консультация бесплатно делают фотографию всей челюсти и стоимость всего то что мне сделали переднего зуб короче начинается от 500 гривен ну грубо говоря 1000 от 1000 рублей вот я там где-то видел объявление даже 400 начинается от менее чем тысячи рублей и там до 2000 рублей это самое максимальное там с полностью там всем восстановлением там и так далее вот такие вот интересные дела то есть получается мой зуб ну я примерно спросил сколько бы стоило то что просто у меня там было до столбы здесь мне но грубо говоря где-то 1200 вот так вот представляете 1300 может максимум 1400 а я его сделал в минске за 2 300 вот ну ничего страшного просто вот имейте ввиду что в украине даже в киеве с приклаченные условия там можете съездить и сделать себе зубы дешевле чем в россии дешевле чем белоруссии вот такая очень важная информация считаю живу потому что очень ценные для многих людей узнал цену барбершопе в общем получается 150 гривен это у нас борода то есть подстрижка все короче все дела это без акции это грубо говоря там триста два триста тридцать рублей где получается с россии там с акциями 500 600 минимум вот такие вот дела вообще закончилась моя пробежка вот там вот я бегал по набережной получилось где-то у меня почему-то плохо сработал мой счетчик получилось где-то в районе пяти шести километров я пробежал вот тем такой средненький мне был останавливался фотографировал снимал но в принципе хорошая пробежка я доволен вот бегайте друзья чаще занимайтесь спортом держите в тонусе свой организм чтобы бегать больше и дольше чтобы можно было потом в центр бегать и устраивать так сказать экскурсионные пробежки такие тоже будут скоро такие сделать давайте присоединяйтесь будем бегать вместе будем вести здоровый образ жизни развиваться изучать другие города страны народность быт вот и делать мир лучше вести здоровый образ жизни